В мире путешествий 2013 с таким названием сегодня подвели итоги кинофестиваля, инициатором которого стало Рассказовское представительство Державенского университета. Фильмы туристической направленности, представленные для участия, были из разных уголков страны. Это и далекий Алтай, и Сахалины, соседние регионы. Конкурсному жюри представилась возможность посмотреть около 11 часов видео. Я хочу всех нас поздравить с тем, что фестиваль туристического фильма состоялся. Фестиваль организован впервые. На конкурс прислали 85 фильмов из 12 регионов России. Это Тамбов, Липецк, Оренбург, Москва, Сахалин и многие другие. Открытый просмотр любительского кино был накануне, а сегодня озвучили имена победителей. Максим Булгаков – один из участников. Его работа «Ворона. Осенний поход-2011» принес юному кинолюбителю третье место. Максим вместе с ровесниками и взрослыми товарищами ходит в походы. Лесные прогулки приносят пользу здоровью, а активный отдых остается не только в памяти, но и запечатлен на видео и фото. Это было в 2011 году. Мы с мамой поехали в осенний поход. Было здорово. Я хотела доказать всем, что Тамбовская область может быть так же интересная, как и другие интересные места. Всем очень интересно, всем очень нравится. Рекомендую ходить вот в такие походы. Участники издалека не смогли присутствовать лично. Ближайшие соседи из города Котовска с удовольствием прибыли за наградами. Елена Чекалова с друзьями увлекается бардовскими фестивалями. Это музыкальное увлечение началось еще в конце 90-х. Оно приносит много приятных эмоций, с которыми Елена готова делиться через любительское кино. Я начинала еще давно, когда на Грушинский фестиваль мы поехали. Это был 1990 какой-то год, начало. И буквально в этом году, спустя большой промежуток времени, мы снова попали на Грушинский фестиваль. И снова я окунулась в эту ауру. И мне очень понравилось. Как здорово, что всем здесь сегодня собрались. То есть те же люди, все те же. Они не постарели нисколько. Они такие же яркие, такие же активные, такие же вот с огоньками в глазах. То есть очень приятно с ними разговаривать, общаться. И песни их до сих пор нас всех объединяет вместе. Опытные туристы и новички в этот раз рассказали о своих путешествиях. Отрадно отметить, что местные жители, а заодно и участники фестиваля, говорили и о путешествии по Рассказовскому краю. Наша малая родина может и не так богата современными достопримечательностями, но есть частички истории, с которыми можно поделиться с окружающими. Державенский университет провел этот фестиваль впервые. Определенный опыт в этом направлении уже получен. В следующем году кинофестиваль повторится. Будут новые участники и новые путешествия по уникальным и интересным местам нашей планеты. Мир путешествий открыт для всех. Юлия Хлыстова, Степан Диколенко, Новости ТВ Рассказово.